День Города Валенок вошел в топ-5 лучших событий на Старый Новый Год. Чем удивили в этот раз? Рязанцы в КВНе. Пять команд пытаются пробиться в телевизионные лиги. В конце прошлого года в эфире нашего телеканала вышел сюжет о закрытии в Рязани фирмы Capital Invest. Это случилось неожиданно, без предупреждения. Вкладчики пришли в банк, но увидели закрытый офис. С тех пор прошел месяц, люди обращались в самые разные инстанции, но помочь им пока никто не смог. А между тем в России ввели новые правила для микрокредитных организаций. Подробности знает Мария Рудая. Доверяем, но проверяй. Как оказалось, эта аксиома может особенно помочь в финансовой сфере. В этом убедились вкладчики КПК Capital Invest. Люди, которые вложили свои средства под выгодный процент, теперь не знают, где искать свои сбережения. Лидия Гаврикова признается, собирала деньги, как говорят, на старость. Брать больше негде. Вот и решила 4 года назад довериться повышенным процентам. Все документы у нее, как и у всех остальных, на руках. Договор, страховое свидетельство и копии обращений в самые разные инстанции. Мы милицию, прошли прокуратуру, ходили в ЛДПР, в налоговую, сейчас в Единую Россию записались. Везде стучимся в дверь, но не знаем, чем дело кончится. Что вам отвечают во всех этих инстанциях? А что отвечают? У нас ответа нету. Я вот 20-го подавала, никакого ответа нет. Никакого ответа. Сразу стало известно, что проблема рязанских пайщиков не единична. Свои офисы закрыли все 10 филиалов по всей стране. Страховая компания «Якорь» на звонки рязанцев также не отвечает. Но вот корреспонденту газеты «Комсомольская правда» комментарий все же дали. Там сказано, что «Капитал Инвест» хоть и заключил договор со страховой фирмой, денег не заплатил. Поэтому там тоже не знают, как помочь обманутым людям, которые, кстати, в большинстве своем пенсионеры. В основном это пожилые люди, ветераны труда, инвалиды, ветераны войны. То есть люди, которые собирали деньги очень долгое время и вложили в фирму «Капитал Инвест». Крик о помощи рязанских пайщиков не услышали не только в страховой компании. И к губернатору обращались. Губернатор не может решить наши вопросы. А кто еще нам поможет? Путину ехать? Путин всей страной правит. А губернатор не может в Рязани разобраться. Не может нас принять. Вот женщина ходила к губернатору. На прием не записали ни в его компетенции. Галина Федюшкина мама тоже вложила свои средства в инвесткапитал. Но девушка не отчаивается. Говорит, надо бороться за свои права и свои деньги. Надежда есть всегда. Главное не опускать руки, писать во все инстанции, обращаться к адвокатам, юристам, не жалев на них денег. Тогда, я думаю, все реально, все возможно. Мы будем следить за развитием этой истории. А между тем, хорошие новости пришли для должников. Центробанк ввел новые правила для работы микрокредитных организаций. Таким образом, сумма долга теперь не может превышать сумму займа более чем в два с половиной раза. Если долг вырастет до этой планки, банк не сможет начислять пенни, штрафы и проценты. Снизилась и процентная ставка до полутора процентов в день. А с июля она не будет превышать одного процента в день. Мария Рудаев, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Подпольный игровой клуб обнаружили сотрудники полиции. Его организатор угрозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Как раскрыли преступление в нашем следующем сюжете. 12 игровых автоматов, сотовые телефоны и деньги изъяли сотрудники полиции в подпольном игровом клубе. Его организовал 31-летний рязанец. Незаконные азартные игры в ней и горной зону он проводил в полуподвале дома на улице 4-я линия. В круг клиентов входили только знакомые лица. Пропуск посетителей в зал осуществлялся конспиративно. По звонкам на определенный телефонный номер. Поймать преступника удалось с поличным. В момент задержания в зале находился не только он, но и несколько постоянных посетителей. Клиенты игорного клуба опознали организатора. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 171.2. Незаконные организации проведения азартных игр Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас расследование продолжается. Им занимается Следственный комитет. Безопасность пешеходов под угрозой. Около торгового центра «Премьер» есть зона, где подразумевается переход, но ни светофора, ни зебры, ни опознавательных знаков нет. Ситуацию изучила наша съемочная группа. Перейти дорогу в положенном месте без риска для жизни. Всегда ли это возможно в условиях города? Это одно из самых оживленных в Рязани Московское шоссе. Поворот к торговому центру «Премьер». И с одной, и с другой стороны – пешеходная зона. Но вот именно на этом участке дороги пешеходам приходится. Совсем непросто. Это как в импровизированной игре. Перебеги, а то собьют. Водители неохотно уступают дорогу. Анне Деланян часто приходится переходить в этом месте, но набегавшись вдоволь среди автомобилей, она выбрала путь обхода. Идет через парковку. Опасно, но не так страшно. Хотя бы вот дорожку переходную сделали бы, чтобы безопасный или светофор поставили. Я близко живой, мне надо там покупки сделать. А между тем и у заправки, и у пешеходного моста поставили знак «Пешеходный переход». Но как пройти людям через шестиполосную дорогу шириной 80 метров и остаться при этом в живых, никто не подумал. А это задача городских властей. Аналогичный пешеходный переход у другого торгового центра. Здесь все оборудовано в соответствии с правилами. И пешеходы могут не волноваться за свою жизнь. Пешеходная зона практически обрывается у края дороги и начинается уже на другой стороне. Рязанцы терпеливо ждут, когда городские власти обратят внимание на проблему. И хочется, чтобы ее решили, не дожидаясь трагедии. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Нарушения нашли в работе рязанских таксистов. Их проверили в декабре. Для этого сотрудники регионального Минтранса и полиции провели семь совместных рейдов. Протоколы за административные правонарушения составили за работу без соответствующего разрешения и отсутствие цитографических схем такси или опознавательного фонаря по семь нарушений. А также за управление автомобилем с незаконно установленным опознавательным фонарем. Еще шесть нарушений. Подвели итоги работы и наградили лучших сотрудников. В Рязани состоялось торжественное мероприятие Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Его посвятили празднованию 297-летию образования надзорных органов. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура была создана в 1990 году. Тогда были образованы 12 межрайонных природоохранных прокуратур, расположенных в городах, представляющих наибольшую экологическую опасность. Осташкове, Твери, Череповце, Ярославле и других. В ноябре 1991-го в сферу надзорной деятельности Волжской природоохранной прокуратуры вошла и Рязанская область, территорию которой пересекает приток Волги-Акам. На заседании подвели итоги работы за все эти годы. Появлено устремлено свыше полумиллиона нарушений закона. По требованиям прокурора к административной дисциплинарной ответственности привлечено более 110 тысяч виновных лиц. По протестам отменено порядка 40 тысяч законных правовых актов. В суды направлено более 20 тысяч исков, а во нужное почти 3 тысячи уголовных дел. Сейчас усилия прокуратуры направлены на профилактику и устранение экологических правонарушений. Решение задач, которые установлены руководством страны и генпрокуратурой. Надзором охвачены все сферы природоохранного законодательства. Приоритетные направления охрана вод, где наработана практика пресечения сброса загрязненных стоков, незаконного использования водоохранных зон, береговых полос и акваторий водных объектов. Есть национальный проект на сегодняшний день по экологии. Там есть один из подпроектов, который называется «Волга». Было бы очень хорошо, если бы вместе с вами добили, если там была «Волга», и «Аква». Мы очень об этом податальством встречались с Воломой. Мы и Рязанская область, и Калужская область. Я думаю, вместе с вами мы этого добьемся. На торжественном заседании лучшие сотрудники Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры получили высокие государственные, региональные и ведомственные награды. Дина Исляева, Станислав Подрешов, телекомпания «Город». Рязань заняла восьмое место в стране по вовлеченности населения в православие. Таковы результаты исследования, проведенные финансовым университетом при правительстве России. Опрос провели в 78 крупнейших городах. Людей спрашивали, есть ли среди их знакомых люди, регулярно посещающие службы и участвующие в приходской жизни церквей. С молитвы начинается каждый день в православной гимназии имени святителя Василия Рязанского. Все ученики, а их около 150 человек, встречаются в местном храме. Раз в неделю проходит литургия, службу ведет директор. Это единственная школа Рязани, где православие изучается наравне с основными предметами, уже с начальных классов. Во-первых, это языки, церковнославянский язык, греческий язык дети пытаются изучать, стараются изучать. Это латинский язык, то есть те языки, которые уже, казалось бы, мертвыми. Для чего это нужно? Ну, это нужно, прежде всего, для того, чтобы дети могли ориентироваться в тех предметах, церковно-нравственных, духовно-нравственных предметах, которые тоже у нас преподаются уже дополнительно. То есть тоже интегрированы как бы в общий учебный процесс. Это закон Божий, предметы ОПК, основы православной культуры. Православный уклон заметен и в обычных предметах. Например, учиться читать дети начинают не по азбуке, а по псалтырюм. На историю углубленно проходит становление российского государства. Понятнее становится литература, ведь во времена Пушкина и Достоевского религия играла ключевое значение в жизни человека. А значит, занимала важное место в произведениях классиков. Правда, нередко подвергалась критике. Роман Михаила Юрьевича Лербунтова «Герой нашего времени» – знакомый образ Печорина для всех. У нас уроки проходят под таким названием «Преступление, наказание Печорина». Мы разбираем то, как человек, нарушая заповеди Божии, пришел в конце концов в своей жизни к очень печальному, трагическому окончанию. Любое произведение мы прочитываем так, как оно было, собственно говоря, и написано. Православие здесь коснулось даже технических предметов, таких как математика, физика, биология. По словам учителей, они стараются рассказывать детям о разных точках зрения, нацетворении мира и о биографиях ученых. Урок химии проводится очень интересно. В любом случае, мы почти на каждом уроке ставим много опытов, все показываем на практике. То есть, там не просто сухая теория, а много очень интересного. Ну и, разумеется, учители тоже иногда рассказывают о церкви, о Боге, где это возможно совместить. Стоит отметить, что такой предмет, как основа православной культуры, появился и в ряде обычных рязанских школ. Посещать его дети могут как факультатив, то есть он не является обязательным. Педагоги отмечают, что на занятия в основном ходят дети, которых и дома воспитывают больше в православной, чем в светской традиции. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Какая судьба ждет новогодние елки после праздников? Кто-то выбрасывает их в мусор, другие хранят по несколько месяцев. Можно ли дать ей новую жизнь? И как это сделать, узнала наша съемочная группа. После старого Нового года жизнь елки в квартире заканчивается. Некоторые сразу избавляются от лесной красавицы. Другие ждут еще несколько месяцев. В любом случае, сейчас практически везде можно увидеть человека с елкой на перевес, идущего к мусорным бакам. Такая судьба ожидает многие некогда живые хвойные деревья. Новый год прошел. Куда будете девать новогодние елки? Ну, куда? Наверное, на помойку куда. Больше нет. Таскать-то не будем мы. А у нас искусственные. Уберем. У меня нет новогодней елки, только искусственная маленькая. Сложим в коробочку. А почему искусственные они настоящие? Ну, наверное, надо поберечь нашу природу. Елок много. У меня сейчас не дома. Одна настоящая елочка, если вот такая, а одна в доме стоит искусственная. Она давно уже, лет, наверное, 15 использует. Вероятно, впервые в Рязани елку живую можно будет отдать на переработку, подарить ей практически новую жизнь. В мире такая практика уже налажена. Эти елки мы забираем у экологического Рязанского альянса на пунктах сортировки вторсырья. Привозим их к себе на свой участок. Далее мы превращаем эти елки в мульчу, которую используем потом для своего питомника, где у нас будут расти различные породы хвойных деревьев. Дело в том, что обычная почва плохо подходит для хвойных деревьев. Им необходимо особое. Для этого и нужны старые елки. Они создадут благоприятную почву для роста ели, елок, туи и тисов. На акции уже дали название «Елочный круговорот». Проходить сбор елок будет только в январе, по субботам. Ближайшая акция по раздельному сбору будет на Московском с 10 до 12 около Клуба Планетарий. В четвертую субботу месяц можно принести в Дашки на кругу троллейбуса около 11 больницы. В феврале акция пройдет всего один раз. Организаторы в шутку говорят, что планируют продлить ее до марта. Конечно, в первый год большого отклика от рязанцев не ждут. Все-таки мероприятие пока для нас необычное. Да и многие по привычке наверняка понесут старые ели на свалку. Однако акцию обязательно повторят. Мы будем однозначно повторять это на следующий год. Я думаю, люди будут узнавать, люди будут откликаться. Может быть, кто-то даже задумается о том, чтобы не ставить больше у себя живую елку, а ограничиться букетом из новогодней елки, в частном доме посадить дерево себе под окнами, украшать его. В общем, это как бы та цель, к которой мы хотели идти. Куда деть лесную красавицу – выбор каждого. Кто-то вообще предпочитает елку искусственную, поэтому подобные проблемы ему чужды. А с настоящими немного сложнее. Специалисты рассказали, что если сравнить возраст елок, которые стоят на базарах с человеческим, то получится, что деревья совсем младенцы. Конечно же, выращивают их в питомниках и со специальными удобрениями. Да и дальнейшая судьба их известна. Вот только организаторы акции с этими аргументами не согласны. Они считают, что выращивать елку только ради пары дней в году – не лучшее применение. Но пусть каждый решает для себя сам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Фестиваль «Рязанский валенок» вошел в топ-5 интересных событий для туристов на Старый Новый год. Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности январских праздников и фестивалей. Исследование провело аналитическое агентство «Турстар». В список вошли лучшие события Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Белгорода. Фестиваль «Рязанский валенок» пришел в лесопарк в мини-формате. Команды по 4 человека, а не по 10, как обычно. Соревнования состоят всего из трех этапов. После представлений и краткого знакомства дается старт. Дорогие друзья, всем азарта, хорошего настроения. Пусть победит сильнейший с праздником. Первое задание – эстафета. Чтобы пройти 12 спортивных аттракционов дается 40 минут. Участникам пришлось вспомнить детство, попрыгать через скакалку в валенках. Игру с веревкой, кто быстрее. Некоторые задания, хотя на первый взгляд сказались простыми, выполнить было нелегко. Не у всех получалось пробежать эстафету с валенками, надетыми на ноги и руки. Судьи учитывали и скорость, и качество выполнения заданий. Приступай, приступай! Фестиваль «Рязанский валенок» в этом году исполняется 19 лет. Проходит он ежегодно и собирает участников из разных городов. В этом году «Команд-16» – это представители коммерческих организаций, банков и государственных предприятий из Рязани и соседних регионов. Заряд эмоций получаешь очень большой на весь год, можно сказать. Как впечатления от этого года? Ну, пока хорошо. Это репетиция еще на самом фестивале интереснее. Там и творческий конкурс, не только спорт. Тут как бы так размяться, скажем так, перед основными соревнованиями. Мы впервые за 19 лет сможем обычным людям показать, что такое хотя бы фестиваль. «Рязанский валенок» в миниатюре, поскольку, естественно, он гораздо объемнее, гораздо больше. Здесь только они увидят маленькую часть этого фестиваля. Фестиваль стал одним из новых мероприятий лесопарка. Сейчас любимое место отдыха рязанцев готовится к еще одному значимому событию. Наш город выбрали новогодней столицей России 2020 года. «Новогодние праздники, которые ждут нас в 2020 году, не буду открывать всех тайн, но уже сейчас идет подготовка, разработана концепция новогодней столицы. И я думаю, что Рязань еще удивит всех». Но это в будущем. А фестиваль «Рязанский валенок» на новой площадке в лесопарке прошел успешно. Команды, занявшие призовые места, получили сертификаты на покупку спортивного оборудования и снаряжения. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На 30-м международном фестивале КВН в Сочи выступит пять рязанских команд. Свою программу уже показали умные люди. Напомним, что в прошлом году десантники выступили в премьер-лиге клуба веселых и находчивых и стали призерами международного музыкального фестиваля КВН. Открывать фестиваль на самом деле волнительно, как и везде, первыми куда-то идти. Но на самом деле публика нас не подкачала, очень заряженная движуха. Спасибо огромное. Готовится к выступлению команда «Армия прекрасных половин» Академии ФСИН, сборная Рязанской области, которая выиграла гранд-губернатора, сборная РязГМУ и команда «30 февраля» федерала Университета МВД. По итогам фестиваля определяет состав телевизионных лиг на 2019 год. Жюри выбирает более чем из 650 команд. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь, хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok